Микс Ньюс Здравствуйте, вот вопрос такой, у нас два подвала идут параллельно, да, и два входа в них А как? Вы не могли бы нам посоветовать? Я могу очень коротко сказать, что... На коммунальные вопросы Очень сложный вопрос, и это вопрос, наверное, не Дома управления и даже не жильцов Я понял вопрос Да, спасибо В законе написано очень четко Председатель правления центра собственников квартир Сергей Сидорко На вопрос, у меня был господин Сидорко, я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги пристали У меня к вам вопрос, а к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе Добро пожаловаться Вот таков наш закон Доброе утро, уважаемые слушатели, программа Добро пожаловаться В нашей студии председатель правления товарищества Центр консультации собственников квартир Председатель кооператива БАКа-2 Сергей Сидорко, здравствуйте Доброе утро Ну, телефоны в нашей студии 67212-93-9, 67213-93-9 Вы можете ваши вопросы писать на номер 230-6191 230-6191 Пока вы собираетесь Я со своим, наверное, вопросом Такая насущная действительно дела Потому что наш дом частично стоит на хозяйской земле И на последнем собрании жильцов как раз разгорелась дискуссия Потому что, ну, внезапно владелец вроде бы предложил выкупить у него землю Владелица, точнее И, ну, сейчас вот более-менее какие-то хорошие условия для выкупа Но, тем не менее, вот часть жильцов говорит о том, что нам не нужно выкупать эту землю Боже мой, ну, вот платим мы небольшую какую-то ежемесячную сумму С другой стороны, вот им говорят, что эта сумма может Мы пока платим, по-моему, 3% от кадастровой стоимости Хотя вот теоретически все-таки владельца может поднять до 6% И это постоянно идет торг с ней И кто-то говорит о том, что будет принудительный выкуп земли И там это тоже может оказаться не на каких-то хороших условиях Владельца может перепродать землю И это с другим владельцем уже будет Вот масса подводных камней, которые вот сразу возникает вопрос Что лучше, выкупать или оставлять все как есть? Ну, что лучше, это, наверное, решать самим собственникам Давайте мы обсудим, какие варианты существуют Может ли владельца продать землю другому лицу? Может И даже, скорее всего, сделает это Потому что, на самом деле, в условиях низкой арендной платы Ну, не имеет смысла, наверное, держать землю Если вы получаете доход в 3%, 1,5% вы должны отдать в качестве налога на недвижимость И плюс еще, если владелец не имеет каких-то возможностей Еще налог на доход и так далее То есть там не так все розово звучит, когда такие не очень большие суммы Это первое, значит, продать может Второе, что я хотел бы сразу сказать Что в Риге, по крайней мере, в Риге существует одна-две компании Юридические, которые именно нацелены на скупку земли Такой именно земли под разделенной, в частности, разделенной собственностью С тем, чтобы загнать процентную ставку по арендной плате на максимальный уровень Эти люди видят в этом бизнес Это достаточно крупные землевладельцы уже на сегодняшний день Имеющие довольно крупные доходы И им скушать такой кусочек земли ничего такого особенно не представляется Потому что, ну, даже вы можете посмотреть, что сейчас процентные ставки по нормальным сделкам Надежным заемщикам, они идут почти под очень маленькие проценты, скажем там И поэтому покупка земли и потом получение 6% дохода с этого Это очень прилично И самое главное, что должны понять собственники Вообще недоделанная собственность А в данном случае я бы сказал таким вот образом Охарактеризовал ваш дом Это недоделанная собственность То есть она разделена с землей, частично хотя бы Но она разделена с землей Это не до конца собственности, не до конца То есть здесь всегда возможны какие-то очень нехорошие варианты развития событий Начнем с того, что еще раз напомню всем жителям Риги О том, что кадастр пока заморозили, но это только пока Как только кадастр откроет эту вот замороженную цену Так называемую рыночную цену откроет То сразу мы почувствуем все на себе Почувствуют на себе и те, кто имеет в собственности эту землю Потому что возрастет налог неизбежно А вдвойне больно будет тем, у кого эта земля находится в аренде Потому что помимо того, что там они платят все Резко возрастет Процент-то останется, а вот сумма Абсолютная цифра платежей, она вырастет Поэтому я бы сказал так На трезвый взгляд и исходя из того опыта по управлению домами, что у меня есть Я бы сказал, что самое оптимальное это все-таки закончить вопрос с разделенной собственности В вашем случае, если есть приемлемое по деньгам предложение Я бы советовал купить просто-напросто И давайте мы сделаем такой расчет небольшой На сегодняшний день, как мы с вами говорили, процентная ставка по кредиту в банке Если покупать через кредит, ну максимум 4% вы можете получить То, к чему клонит законодатель, к чему идет все Это платить арендную ставку в размере 6% годовых То есть даже в этом случае вы просто-напросто заплатив И это означает, что такое 6% годовых Это значит, что в течение 10 лет вы практически выкупаете Это то, часто их владелец получает повторно Ну по второму кругу получает возврат стоимости, собственности Поэтому с точки зрения денег сегодня очень благоприятный момент Низкие процентные ставки в банке И относительно, как вы сказали, ну приемлемое предложение вашей владелице земли Стоило бы подумать, какую выкупить Каким образом? Вот это уже здесь вопрос такой более серьезный Наверное, выкупить этот участок земли в общие И добавить его к общей части имущества При сегодняшнем законодательстве будет весьма и весьма сложно А почему? Ну потому что это изменение идеальных долей общего имущества Требует стопроцентного согласия При этом нужно юридическому нотариусу закрепить распределение будущих долей и так далее Там очень много чего есть, о чем нужно говорить с юристами Мы, было в моей практике, я участвовал или помогал там По роду работы Нескаким домам разрешить эту ситуацию И наши юристы, коллеги, с которыми я работал, они разработали немножко другую схему Которая позволяет вообще решить попроще этот вопрос Орешался он очень следующим образом Значит, общая наставить большинство собственников квартир дома Хотело выкупить эту землю, но не все, естественно В этом случае, чтобы обойти все вот эти препятствия Это большинство принимало решение о создании биодрибы И поручало биодрибе выкупить эту землю Таким образом, в этой сделке вначале участвовали только те, кто хотел и считал это целесообразным И это не обязательно должно быть даже 51% Это может быть вообще, вот собственники квартир там определенные собрались Решили, что мы идем на выкуп земли Создают биодрибу и ведут переговоры Полноценные переговоры с хозяйкой земли И выкупают эту землю Кредит можно получить в этих условиях Потому что у вас в качестве залога выступает земля А все, кто не захотели, они становятся арендаторами То есть теперь они уже будут платить? Да, они будут платить арендную плату По новому условию договора Еще раз подчеркиваю По умолчанию, если вам договориться И найти компромисс между собственником земли Какой им будет бедриба и между собственниками квартир Теми, кто не является членами Ну, не участвует в процессе выкуп И не является членами бедрибы То в этом случае им придется платить 6% годовых То есть таким образом они так или иначе поучаствуют В этом То есть деньги будут внесены Это второе и третье То, что мы делали Мы обязательно рекомендовали И собрание при учреждении бедрибы Сразу налагало достаточно жесткие условия А не достаточно вообще такие условия При которых отчуждение Какое-то такое внезапное Отчуждение земли Без решения стопроцентных голосов Невозможно С тем, чтобы обезопасить всех От того, ну, от произвола, скажем Определенных людей Которые могут там повлиять На неправильное решение И таким образом земля выкупалась Она и Все постепенно А потом уже постепенно Выкупив землю Уже оформив все взаимоотношения Вовлечев Вовлекая в этот процесс В конечном итоге Так или иначе Все вовлекались в этот процесс И присоединяются к этому Процессу выкупа Вот когда уже все 100% Становятся членами бедрибы Тогда можно обещать вопрос О том, чтобы перенести И закрепить эту землю К общему имуществу дома И тогда все будет хорошо и красиво Но путь такой именно Потому что на сегодняшний день Достичь стопроцентного согласия Вряд ли будет возможно И соответственно Тем более, что там, по-моему Ряд жильцов Живут где-то за границей То есть там такие есть тоже вещи Здравствуйте Здравствуйте Я хочу еще добавить К комментариям господина Сидорко По поводу вот Выкупа земли у хозяина Люди должны понимать Что у них квартира Сразу вырастет в цене Если квартира стоит На хозяйской земле Естественно Покупатели будут снижать цену Это первое А второе Мы частично Приватизировали Тоже землю Но у муниципал Ну муниципальную землю И я задавала вопрос Можем ли мы Ну в количестве Двадцать человек Те, кто не хочет покупать А вот двадцать человек Собираются И мы выкупаем Всю землю Сами За свой счет А остальные Будут потом нам Платить аренду Так вот Муниципальная земля Нет Не отдается никому То есть вот Если хозяйскую мы могли Вот так Собраться там Пять, десять, двадцать человек И выкупить Да То муниципалы Оставляют все за собой Поэтому надо Выкупать хоряйскую землю Если есть возможность Это надо Очень серьезно обсуждать Спасибо Спасибо Ну абсолютно верное мнение Потому что на самом деле Я еще раз повторю Я бы не сказал Что я видел сегодня Что повышает стоимость Вашей продажи Но то что Наличие не Завершенной собственности То есть разделенной собственности Оно отпугивает покупателя В первую очередь Приходят люди Спрашивают Земля Сколько я вижу Там интересуется Купли и продажи Первый Один из главных вопросов Сколько стоит отопление И второе Сколько стоит Земля Чья земля И если земля Допустим Частичный Или земельный вопрос Не до конца решен То как правило Люди Пытаются найти Там вот тот вариант Где все завершено До конца Где уже Ну они покупают Уже Понятные Ясные им Имущества Да А если действительно Несколько Вот жильцов Владельцев Точнее Квартир Проживают Ну непонятно где Они сдают Я понимаю Что вот в нашем доме Ну там Многоподъездный дом И несколько Все таки Квартир Явно они Ну живут Ну арендаторы Насколько это Может помешать Что мы не Не сможем Войти в контакт Может быть Там найти Этих людей Вы знаете Во-первых Я могу сказать Так что На самом деле Если искать То всегда Можно найти Каким-то образом Можно найти Это первое И думаю Что с ними Можно связаться Современные Средства Связи Там интернет ЦАП Все что угодно Это позволяет С ними связаться И обговорить Эту ситуацию И еще один момент Как правило Те кто сдают Квартиру в аренду Они не очень Сильно Или даже вообще Не возражают Потому что Платить не им Любые увеличения Коммунальных И других платежей Они связаны С тем Что это Гасит арендатор Поэтому В этом случае Они вряд ли Будут возражать И просто-напросто Ну найти Найти их Если Ну обычно У домоуправления Есть контакты По крайней мере В наш век Интернет Контакт Есть всегда А домоуправление Ну вот Если например У кого-то Из жителей Дома Нет возможности Брать кредит В банке Ну то есть там Ну уже при покупке Есть просто у нас Те кто покупая Квартиру Они брали уже Кредит в банке Для покупки квартиры Вот они говорят Что второй кредит Мы просто не сможем Получить Есть ли у домоуправления Возможность Как бы Выкупить Вот эту долю И затем Каким-то образом Уже Постепенно Я бы не советовал Сюда вообще Даже на уровне мысли Ввязывать Домоуправление Здесь на самом деле Жители Собственных Квартир Которые За выкуп Земли Организуют Бедвибу Которая принадлежит Именно им И Бедвибу Будет принадлежать Своей Изначально Земля То есть Сразу Продавец Это то лицо Которому Принадлежит Сегодня Покупатель Это Бедвиба Это упрощает Все вопросы Кредит На сегодняшний день Под залог Этой же Земли Может Получить Бедвиба То есть Для тех Кто Допустим Индивидуальных Собственников Которые Имеют Какие-то Свои Кредитные Обязательства Для них Этот кредит Распространяется В виде Если они Присоединяются К этому В виде Ну Скажем Членского Платежа В кассу Бедвиба А никак Не Появлением Новых Кредитных Отношений Конкретно Потому что На самом деле Есть тут Человек Который Взял Кредит В банке И он Сегодня Там у него Есть Обязательство Перед банком И в том числе У него есть Обязательство Перед Бедвиба За выкуп Земли Если он Собирается Отчуждать Свою Квартиру Ну допустим Все там Ему надо В силу Каких-то обстоятельств Продать Это имущество Он же С согласия Банка Имеет Право Продать Это имущество Он его Отчуждает А нового Собственника Информирует О том Что новый Собственник Должен Продолжать Платежи Бедвибы Либо Он может С нового Собственника Попросить Ту сумму Которую Он уже Заплатил За эту Землю То есть Там вариантов Много И в этом Случа И в этом Схеме Нет индивидуального Кредита Есть кредит Который На Бедвибы И он Обеспечен Землей Тут нам Поступают Вопросы Вот я смотрю Через Ватсап Просит Ирина Прокомментировать Но это вот Статья С Делфи Где вот Говорится Следующее Согласно Новым правилам Счетчик потребления Воды Больше не будет Устанавливать Каждый владелец Квартиры Индивидуально А домоуправляющий Или общество Жильцов За накопление Дома Таким образом Счетчики воды Будут совместной Собственностью Жильцов И помимо прочего Общество жильцов Сможет само решать Как часто Домоуправляющий Должен проверять Показатели счетчиков Вот она Прислала скриншот Эти статьи Просят Ну как бы Прокомментировать Ну правильно Совершенно Постановление Кабинета Министров Но там Оно надо Смотреть Самое начало Начало Во-первых Это изменение В правиле Номер 10-13 А эти правила Имеют ограниченное Применение Они применяются Только в тех домах Которых не завершена Приватизация То есть в основном Это касается Домов РНП Если мы говорим Про город Вильям Это первое Второе Предпосылка такая На самом деле Вся эта разница По воде Она появляется В связи с тем Что Дом В доме учет Организован хаотично Мы десятки раз На эту тему говорили Счетчики разных фирм Разного срока Сложности Разного класса Точности С разным временем Снятия показаний И так далее Все это Весь этот хаос Ведет к тому Что появляется В том числе И это Очень существенно Влияет на Появление разницы По воде Что подразумевают Новые правила Новые правила Во-первых Они говорят о том Что в доме Вообще-то Есть один счетчик Который определяет Количество воды Это входной счетчик На доме Который установлен В реческих условиях Водоканала Все остальные счетчики Являются Попорциональными Измерителями И если дом Не доволен Тем, что Вот эти пропорции Это вот Неточность измерения Очень высокая То дом Может вправе Попростите До управляющего Или В случае Не приватизированных До конца домов Управляющего В праве При определенных условиях Принять решение О том Что в доме Устанавливается Измерительная система То есть Переходит уже Не отдельный счетчик Сам по себе Каждый устанавливает А устанавливаются Счетчики Как измерительная система На которые Выдвигаются Определенные Технические требования То есть Если принимается Такое решение Либо собственниками Квартир Либо управляющим То это уже Перестает быть Демократией То есть Здесь устанавливается Во всем доме Одного типа счетчика Одной Скажем Условно говоря Фирмы-производителя С одним техническим Оснащением Скажем С дистанционным С прибором Дистанционного Считывания И так далее И это Можно делать Как коллективную Собственность Общую собственность Тогда В дальнейшее Все техническое Обслуживание Этой системы Стоимость Этой системы В необходимых Случаях Поверки Тогда Когда они будут Необходимы Потому что Если мы говорим С вами о том Что это будет Система Значит Система Предъявляются Единые требования Ну В нашем Кооперативе Мы сейчас Этим занимаемся И выдвигаем Требование такое Что если ошибка Превышает 10% Тогда мы будем Заниматься Поверкой счетчиков А если нет Если это укладывается Ну в нормально Ограниченное То и не надо Ничего трогать Оно меряет И меряет И ради бога И все хорошо Что еще Существенного Правила Кабинета Министров Внесли Это Ограничили Возможности Списания Разницы По воде Все разницы По воде На одну квартиру То есть Как было раньше Предыдущей редакции Было так Что мы берем С вами Если В доме Все квартиры Со счетчиками Разница Списывается По пропорции Если В доме Хотя бы Одна Или две Квартиры Признаны Без счетчиками В силу того Что или Счетчиков Нету Или люди Пропустили Сроки Проверки То есть Вовремя Не поверили Счетчики Или люди Не сдавали Длительное Время Показания Счетчиков То тогда Вся разница Списывается На такого Нарушителя Спокойствия И в этом Случа Счета Были Тоже У нас Передача Развучали По несколько Сотен Но сейчас В этих Новых Правилах Прописано Что не более Чем 6 Метров Кубических Воды На одного Зарегистрировано В квартире Потому что За 6 Метров Взялось От того Что Ну Водоканал Считает Что физиологическая Норма потребления Воды Вот Исходя из Сегодняшних Условий Это примерно На одного Человека Уходит 6 Кубов Воды Ну Вот эти Изменения Произошли Они На мой взгляд Это неправильные Они технически Обоснованные И Они касаются Но здесь Опять таки Я подчеркиваю Здесь касаются Тех домов Которые пойдут Согласятся На это То есть Правила Кабинета Министров Оставляют Такую Лазейку Что если Вы Недовольны Разницей По воде То вот Вам направление Как вы Можете действовать Вы можете Действовать Индивидуально Можете действовать Как общее имущество Можете Дать Волю Управляющего Можете Сами Решать Этот вопрос Но Если вы Ничего из того Что прописано В правилах Для улучшения Ситуации Не делаете Никто и не Виноват То есть Остается Вот у вас Есть Большая Разница Она Таки Останется И Больше Никого Тебзать Не Будет То есть У вас Есть Варианты Как ее Можно Этот учет Привести В порядок А так Как хотите Примерно Такое Краткое Если Не вдаваясь В технику Такое Содержание Ну Надеемся Вот Ирина Мы Смогли Как-то Удовлетворить Ваш Вопрос Ответить На него Если У кого-то Еще Есть Вопрос Вы можете Во-первых Звонить 67212 93 9 67213 93 9 Или Писать Как сделала Ирина В ватсапе Там Вот Даже Можно Фотографии Приоттачить 2 3 0 6 1 91 Ну И Наверное Вопрос Связанный С Вот Грядущим Действительно Уже Следующим Годом Ремонтами Вот Насколько Эта Ситуация Какая-то Нестабильная В банковской Системе Может Усложнить Работы Дома Управлений Ну Вот В плане Подготовки К Будущему Да Пожалуйста Вот У нас Просто Сразу Вдруг Пошли Звонки Здравствуйте Вопрос Сергею По поводу По поводу Бедрибы И выкупа Земли Вот Допустим 6% Берется За аренду Земли От Кадастровой Стоимы Если Собственник Назначает Цену За землю Больше Чем Кадастровая Стоимость Тогда За эту Выкупленную Землю Арендную Плату Бедриба Зимает По Кадастровой Или По той Цене По которой Она Купила Это Первый Вопрос А второй Бедриба Банки Банки Преинновации Они Смотрят На Это С точки Покупателем Разговора Являются Будущие Денежные Денежные Потоки Не Сегодняшние Будущие Денежные Потоки Это Такой Ответ Второе Насчет Того Что Больше Если Вы будете Сдавать В аренду Земельный Участок С тем Кто Не Выкупил То Вы Не Можете Превышать Законом Предусмотренные Арендные Ставки Но Здесь Нужно Очень Четко Поработать С юристами Я Сейчас Не Готов По Радио Давать Советы Но В Принципе Есть Формулировки И Особые Условия Приобретения Этой Земли Которая Оговаривается Которая Переводит Эту Сделку В Необходимые Издержки Для Содержания Приобретаете То Это Как Ремонт Вы Приобретаете Необходимый Измененный Участок Как Функционально Необходимый Для Жилого Дома И Он Становится Обязательным Всем Не Важно Покупал Ты Не Покупал Голосовал Ты Не Голосовал А Бедри Выступает Чисто Как Мотор То Это То Юридическое Лицо Потому Что Вовлечение В Эту Сделку Управляющей Компании Не Имеет Смысла Потому Что Управляющей Компанией Вы Можете Поменять А Тогда Земля Это Куда Уйдет В сторону А На самом деле Земля Должна Быть Ну В Интересах Всех Она Должна Быть Привязана К Дому И Бедри Никуда Убежать Не Может В силу Ограничений Это Более Тонкий Разговор Если Есть Потребности Его Таки Сейчас Свяжу Это С Капитальными Ремонтами На Будущий Год Сейчас Идет Еще Обсуждение В РНП Я знаю Оно Идет А Если Мы Глянем О других Дом Управления Оно Будет Идти В Определенные Договором Сроки Обсуждение Планов Управления На Следующий Год Каждое Дом Управление Должно Ознакомить С собственниками Квартир С теми Планами Которые Но Предусматривают На Следующий Год В Том Числе Если Принято Правил Кабинет Министров Постановление О том Что Счетчики Будут Общей Частью Имущества Дома То Все равно О том Что Домоуправление Собирается Установить Такую Систему Оно Должно Включить В Планы Оповестить Собственников Ознакомиться С девушками И У вас Есть Право На Этапе Согласование Плана Либо Согласиться С этим Либо Нет Это Ваш Выбор Домоуправление Имеет Со своей Стороны Право Предложить И организовать Работы Поэтому Таким Образом Вы же Имеете Право Это Отклонить Если Мы Говорим О той Банковской Ситуации На Сегодня Конечно То Что Случилось С РНП Когда В банке ПНБ Застряли Деньги Деньги Людей Которые Они Заплатили За коммуналку И в качестве Накоплений На Капитальный Ремонт И эти Деньги В этом Банке Стали Вдруг Считаться Что Это Деньги Домоуправления Хотя Это Все Точно Совершенно Не Наши Деньги Ну Это Напряжки Очень Большой Я могу Скать По моему Кооперативу У нас Небольшие Такие Резервные Накопления Но Тем не Менее Ну Скажем Грубо говоря Полмиллиона Для нас Это Очень Серьезные Деньги И В случае Банкротства Банка Значит Потери Таких Денег Это Вообще Трудно Себе Даже Представить Причем Позиция Государства Она Какая-то Такая Очень Интересная Очень Хитрая То есть Сейчас Вот Я Недавно Прочитал В прессе Что Представитель Там Контролирующих Финансовых Органов Говорит А у нас Под Очень Жестким Контролем Порядка Шести Банков Которые Типа Чего-то Не так Тем не менее Чего-то Не так А Денежки Все Несите И Пойди Угадай В какой Банк Ты Эти Денежки Должен Принести Ведь Никто Не Говорит Какой Из Эти Банк Ну Да Вот Угадай Какой Здравствуйте Добрый День Доброе утро Доброе утро У меня такой Маленький Вопрос В начале Было Постановление Рискать Думаю Что Температура Горячей Воды В крайней Плюс 50 градусов А ночное Время Заять До Плюс 5 градусов Нас Кипят Эти Воды Днем И ночью Как Этот Вопрос Прекратить Чтобы Ночное Время Сейчас Есть Требование Правил Кабинета Министров Якобы Для Борьбы С Легионелой Что Из Крана Должна Течь Вода Ниже Чем 55 Градусов Независимо От Времени Суток Ну А как Это Дело Прекратить Ночью Люди Все Спят Зачем Ее Кипятить Вот Для Этого Надо Чтобы Кабинет Министров Изменил Свои Правила Потому Что Я еще раз Повторяю Это Надуманная Штука Которую Сделали Заболел Ребеночек Легионелой Что было Очень печально Выяснилось Что в итоге Он заболел От того Что родители Ему в нос Направляли Струю Из Увлажнителя Ну Буквально Так Ну Или Рядом С ребенком Там Младенцем Лежал Увлажнитель Стоял Увлажнитель Который Откуда И был Источником Легионелы Легионелла Присутствует В водопроводе Погибает Она при Минус При Плюс 70 градусов У нас Почему-то Обязывают Сейчас держать На максимальном Достижимом Уровне Горячую Воду В доме Ну Не знаю Но есть Правила Кабинета Министров И чтобы Их Изменить Нужно Изменить Правила Кабинета Министров Рижская Дума Не регулирует Этот вопрос Да В принципе Для того Чтобы Легионелла Не было Достаточно В течении 15-20 минут Просто Слез горячей Воды Я вам скажу Больше Любую воду Холодную Тоже Потому что Легионелла Разливается В тех Участках Тровопроводов Где Температура Там 20-25 Градусов И она Активно Размножается Для того Чтобы Это Сделать Чтобы Обезопасить Себя От легионеллы Достаточно Если вы Давно Не пользовались Водой Положить Ну Обычно Это душевая Головка Либо кран Направить Так Сразу На сливное Отверстие И 2-3 минуты Спустить Насколько Нужно Спустить Чтобы Вся эта Легионелла Находится В том Участке Чаще Всего В концентрации Большой Находится На участке Трубопровода От стояка До Крама И самое большое Место Где чаще Все появляется В легионелла Это душевая Головка Но К сожалению Правила Кабинета Министров Такие Какие Есть Я могу Сказать Они Экономические Сейчас Очень Серьезно Подрывает Идею Реновации Потому Что Я посчитал По своим Домам Мы Брали Дома У которых Скажем Потребление Тепла Было 90 Киловат На квадратное Место И Снижали На До 55 То 35 Единиц Киловат В год Мы Выбивали С очень Большими Трудами Дикими Деньгами Сейчас Одним Постановлением То Что Мы Перестали Держать Оптимальную Температуру Горячей Воды Порядка 50 Как Сказал Радиослушатель 50 52 И в Ночное Время Мы Снижали И в Дневное Снижали То Сейчас Мы Порядка 20 Киловат Мы Потребляем Только Вот На Бездумная Циркуляция Которая Не Убивает Бактерии Не Дает Каких-то Защитных Мер От Этой Бактерии Потому Что Там Где Есть Застойная Зона Она Себя Прекрасно Чувствует И Живет Чтобы Поменять Нужно Что Делать Писать Письма Не знаю Выходить Куда Это Вопрос Обсуждается Но Понимаете У нас Очень Часто Проще Всего Взять Запретить Повысить Да Пожалуйста Здравствуйте Доброе утро В нашем доме Старые трубы В подвале И Обслуживающая Организация Предложила их Отремонтировать Сразу Все Целиком Но Сугу В три раза Там где-то Увеличила По сравнению С чем Ну По сравнению С тем Как определил Другой Специалист Скажите Пожалуйста У меня к вам Такой вопрос У вас Проектная Документация Есть На замену Труб Подождите Это не важный Вопрос Это важный Вопрос Это важный Вопрос Подождите Теперь Значит Так как я отказался Он начал шантажировать Что был Не хотите так Тогда будете Платить за перерасход Потом я заходил Несколько раз В подвал Там ремонтировались Трубы Конкретные Там участки Да И вода Лилась Рекой В песок Прям в подвале Ну и естественно Люди за это Переплачивают Так вот Есть какие-то Постановления Какие-то Правила Чтобы Сначала Воду Перекрыть Потом Резать трубы И менять Первый вопрос Второй Значит На крыше Есть Воздуховодные Такие Крипичные Конструкции И на них Есть штукатурка Так вот Штукатурка Отколола Там процентов На 70 И обслуживающая Организация Не хочет Устранять Такие Недостатки Значит Что можно Предпринять Чтобы Остановить Справедливость И порядок В нашей стране Спасибо Значит Насчет Трубопроводов Ничего Не скажу Потому что На самом деле Я очень часто Слышу Что можно Сделать дешевле По сравнению с чем Замена Трубопроводов Сегодня в подвале Это С выходом Через Вот я сразу Могу задать вопрос С выходом Через Переквити Или нет С учетом Требований Пожарной Безопасности Или без учета Требований Пожарной Безопасности Которые При определенных Работах Ну при определенных Конструктивах Трубопроводов Требуются Поэтому Сравнение Может быть так Что есть Объективно Технический Проект Есть Техническая Спецификация И просчитанный Проектировщиком Объемы работы Вот после этого Если мы от этого Отталкиваемся Здесь мы дальше Можем сравнивать Что-то с чем-то Если просто Два предложения Фирм То это вообще То что я сталкиваюсь По работе Приносит Предложение Фирмы Замена Трубопроводов На ППР То есть Пенополипропилен Все Точка Дальше 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 В постоянном Боюсь ошибиться Дальше 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 Готовить Свои вопросы Вы можете Заранее Писать Через Ватсап Присылать СМС На номер 2-3-0-6-1-9-1 Ну или На сайте Микс Ньюс Мы будем делать Наверное Такой анонс Программы Куда вы можете В комментариях Записывать Ваши вопросы Председатель Правления Товарищества Центр Консультации Собственников Квартиры Председатель Кооператива Бака-2 Сергей Сидорко Сегодня был В нашей студии Спасибо Вам Большое И до новых встреч В следующий Понедельник Всего доброго